Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 27 по 30 стихи. Это каждое утро мы после моления читаем Евангелие, Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. Все это применяю на сегодняшний день. Как на практике все это применить? Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен из рождения. Видите как, у учеников вопрос этот возник. Люди веруют. Ну веруют и веруют. А потом-то как будет? Вот один так верует, и видно, он сам видел. Я вот оставил все, пошел. У меня диплом был, я его положил. Другой из семьи решил не заводить, как скопцы, которые скопили сами себя для Старства Небесного. И что нам будет там дальше-то? Разница есть или нет? Вот порог Малахии говорит, будет время, когда Бог покажет между чтущими и не чтущими. А сегодня все в церковь пришел, ушел верующий, все. Священники на это не смотрят. Один раз пришел в году, один раз в жизни. В причастие все. Кто не причастился? Опять же, кто не причастился? То есть, а они все заключили в причастии, в чаши. Больше ничего не видят. Дальше главное успеть перед смертью вызвать священника. Приедет поп, рот как-то разинут ему, говорит, зафиксировать его, чтобы ложечкой положил ему в рот все спасены. А у него рядом тут дымящаяся еще кадильница. Жил в грехе, в гнусном. И умирает. Главное успеть только причастить. А что нам будет? Вот мы вчера пошли, тут еще ездим, малина есть. Сегодня у нас 27 августа 13 года. Завтра будет успение Божьей Матери. Мне в это время звонок. Звонит одна деканиса знакомая. А вот скажите, Игнатий Тихонович, а вот как это так? Если кто будет подвязаться незаконно, не увенчается успехом. Ну, одно предложение, надо контекст смотреть. Ну, я знаю откуда и говорю. Это кто подвязается не на 100%. Один час христианина, 23 для себя. Богу это не угодно. Это не этот успех. Почему Писание говорит, самые несчастные люди на земле, которые надеются на Христа в этой жизни. Пришел, свечку поставил. Ну, надо, просто у меня беда какая-то. Заболел ребенок. Сына в армию призывает. Экзамены сдавать надо. Путешествующие. Сноха лихая, не знает, что с ней делать. А дальше, каждая минута по-своему, не увенчается успехом такой воин, который осеменился делами житейскими. Ну, а как? Ну, а так, что если начал он воевать, вышел на границу, то надо охранять. Если враг нападает, ты воюешь тут. А зачем тебе все остальное-то где? Там говорится о войне, который делами житейскими осеменяется. И говорит, не увенчается успехом. Об этом-то священники-то говорят-то так, как будто и не говорят. Сто процентов-то и они не делают. Вот оглашенные зайдите. Священникам я стал объяснять. Священникам, они не знают этого. За что? Кто оглашенный? Я стал говорить. Ну, один правильно говорит. Вот тогда я сам должен выйти. Ну, и выйди. Прекрати службу. Что ты там кадила машешь-то? Дым пускаешь, а люди Христа не знают. Ты со Христом их познакомь. Чтобы они жили для Господа Бога. Чтобы любили Бога. Жаждали молитвы, как Серафим Саровский. Его выводят. Служба кончилась. А он стоит, сияет и еще выйти не может из этой, так, скажем, прострации общения с Богом. Служба кончилась. А тут не дождешься, когда она кончится. Молотит, молотит. Да еще придите, поклонимся вечером. Уже домой пора идти. Уже коров гонят. И все, опять придите. Да уж накланились мы все. И конца края нет. И никто об этом не рассуждает. И вот здесь, а что нам будет? Господь говорит, не бойтесь. Если вы все оставили, перечислить хотя бы. Что ты оставил? Ну что оставил-то, Петр? Долженств не был, олигархом не был, богатства не нажил. Ну сети, да притом рваные, починивающих сети. Но Златоуст говорит, эти починивающие сети, люди, больше мы не обладали. Для него это было то, что для олигарха миллиарды. Для царя его царство. Для него это все было. Сеть не зачинит, рыба туда уйдет. Но он это оставил и пошел за Христом. Практически-то они все такие были. Ну там Мэтарь, или Мэтарь его называют, Левий, Матфей. Тут понятно, была более доходная должность. А вообще-то, кто они такие? Ну, Павел там еще мог сказать. Ну, это речь сошла еще до обращения Павла. Дорого, конечно, это все. Оставили имение, родные, близких, детей, пошли. Учения никому неизвестны. Везде все знают, охранять границы, хоть маленько успеть врага поразить. И вдруг врагу подставь щеку, принимай, напои, накорми. В один день все сметут. Кто же так защищает себя? Но никто как будто бы не знал, что человек по образу Божий сотворен. И всякое добро найдет отклик. Даже врагу ты сделаешь добро. Соберешь ему горящие угли на совесть, на голову. Он будет думать об этом. Как же я так делал, а он так? Ну, он раз будет топтать, как Танарлан. Будет. Но ты делай по заповеди моей. А что нам будет? И Господь говорит, братьев у вас будет. Братьев-то против вас, родные. Вы же пошли, они возненавидели вас. Востократ больше. Дом оставил там, хороший, плохой. Востократ больше. Куда не придешь, вас будут приглашать. Найдутся верующие. Вот мы вернулись в миссионерские поездки по Европе. И здесь по Южным Республикам прошли. Азербайджан, Армения, Грузия, Осетия, Дагестан, Чечня. Все прошли. И везде принимают. Везде. Поэтому наш опыт мы не можем передать. Да, мы оставили все. Оставили домой, поехали. Ну, это 56 дней. Но здесь речь шла о том, что оставили навсегда, бросили. Кому они сети достались, эти рваны? И поэтому вникать надо в Слово Божие и применять на сегодняшний день. А почему незаконно подвязаться? Повторяю, очень просто. Не на 100%. А как 100? Ну, весь вот кружка у тебя пол-литровая, налей ее полная. Полная. Не 99 частей, 100. Возлюби Господа Бога. Это первейшая заповедь. Всем умом, всем сердцем, всей душой. И все. А нарушение этой первейшей заповеди. Это самое большое согрешение. Оглашено изудите. Эти люди не обращенные. Оглашено изудите. И тогда храм пустой. Священники тогда стали выбрасывать эти слова. Но это уже фальш и жульничество. Уже литургия не Иоанна Златоуста идет, а литургия местного попа Самодура. И он, вот этот лютый волк, теперь здесь куражится. А нет, я причастие отлучу. А если не так, а нафеми там придам. Он больше не знает ничего. Разбойник, он может только показать нож, петлю, яд. У него и нет ничего. Придумали слова какие. Батюшка окормляет. Ты посмотри словарь открою. Окормляет словарь. А одно значение имеет только. Отравляет. Отраву дает. Окормил. То есть перекормить. Слова-то какие-то. Где это, кто знал, что окормлять? А написано как? Что не будет есть плоть и сына человеческого. Они боятся, как плоть сказать. И вот мы начинаем утром читать. Это требует разъяснения. И ты поймешь, что за нарушение первой заповеди наивысшее наказание. Как за предательство, за измену государству. И как сейчас, за что смертная казнь. Так и здесь. Незаконно подвизается. Незаконно. И вот эта незаконность, то есть не на сто процентов. Всем умом. Умом, что ты учишься, все употреби на дело Божие. Царство Божие подобно книжнику, который выносит старое и новое законнику. Старое, что ты до обращения знал. Употреби это на дело Божие. А как я употреблю? Я на такой должности был. Начинает говорить. Я летчиком был. Ну теперь как самолет. Летай, успевай бедных, нищих, сирот находить. Облетай вселенную, как Павел, на крыльях любви Божией. И вот утром мы начинаем говорить. Маленькое слово прочитал. Я вчера этот звонок получил. И это все соединяю. Как? А вот всем умом и всем сердцем. Незаконно. А это незаконно? Ну незаконно не по закону Божию. Закон Божий один всем умом, всем сердцем, всей душою. А некоторые душу не признают. Всей крепостью. Какая крепость? Да у меня таланта нету. Я много раз слышал это. Таланта нету. Прожил жизнь. Да нет такого. Хотя один-то талант у тебя есть. Никакого у меня таланта нету. Вот у меня такой. Ну еще бедность одна. Ребятишек много. Ну вот у тебя талант воспитывать детей. Работай как следует, как волк, как осел. Но не хуже. В воскресный день трактора ремонтировать. Что ты хуже осла? Осел пусть отдыхает. Это суббота для нас. Господняя суббота для христиан это воскресенье. Это не выдумка. Так и есть. Всем умом, всем сердцем. И вот мы это считаем. Спрашивали. Вот мы сейчас ехали в дорогу. В дороге. Ну и нас трое было. И коснулось одного слова. Отвергнись себя, возьми крест, следуй за мною. Если кто не отвергнется, Господь говорит, не достоин меня. То есть следовать за Христом. То есть попасть в рай. Рад бы в рай, но грехи не пускать. А какой грех? Понятия не имеют. Ну люди понимают. Я не ворую, жене не изменяю. Ну вроде не пьяница такой. А какой я пьяница? Каждый день по стаканчику за утром, вечером обед. Человеку надо все это рассказать. Всем умом. Ты ум отравляешь водкой. Пьешь там пиво или что-то. Не умом. Ты прихоти отдал своей. Всем сердцем. А сердцем-то блуждаешь, любишь, рассматриваешь картинки блудные в интернете. Ты не соображаешь, что ты делаешь. Всем умом. Отойди от этого. Выключи интернет. Выброси все ключи в море. Если не можешь так. Интернет для того, чтобы мы, как рыбаки, эту сеть международную, подтащились с богатством, с сокровищами. И вот братья задают вопрос. Что такое отвернуться себя? Мы едем дороги, молимся. И опять касается, видно, что не отвершился человек себя. Я пояснять начинаю, разъясняю. Гляжу опять то же самое. Почему? Рождение свыше. Если рождение свыше было, береги. Духовный рост дальше должен быть. Родился ребенок. Теперь мы смотрим, как быстро растет он. Вот он котенок. Вот он маленький. Он знает, что делать. Бегать, прыгать, учиться. Вот две они, обе ее кормят одновременно. Он быстро растет. Учить его сходить куда, чтобы не оставлял недоброго после себя. Вот это все относится к христианину. Отвергнись себя. А чтобы он начал как себя, сначала что такое я тебе представляет? Твое я умерло, если. В житиях святых, говорится, он там, Захария одного спрашивает. А что такое отвернуться себя? Он скуфейка такая, шапочка. Он сорвал ее, бросил на пол, на землю и давай топтать. Вот так, пока себя не растопщешь, у тебя ничего не будет. Ты будешь думать, что ходишь, веруешься, причащаешься. Пустое, не увенчается это успехом. Первое дело, место дай Христу. А если твое я там растопырилось, а где место на Христу? Какие сто процентов сердца-то? Незаконно подвизается. Отвергнись. Ну а как? Ну они показывали. Вот, иди на кладбище. Там красивый памятник. Ученику говорит. И говори ему похвальные слова. Ну он стал говорить, все, ты самый важный. Такие праведники не рождаются. Тысячу лет там. Все. Ну и что? Молчит? Хорошо. Теперь иди и говори самые плохие слова. Ты преступник. Враг там начал говорить. Все пожрал вокруг. Себя хватаешь, тащишь. Ну и что? Молчит. Вот так и ты будь. У нас еще похвала как-то сойдет, если скажешь. Там бывает кто-то и скажет, да ну маленько не так. А вот если плохо сказал, и даже намеком все, заигазился, выскочил, даже под видом молитвы. Ну ладно, давайте Слово Божие читать. Или ладно, молиться пойду куда-то. Куда молиться, когда все верующие? Тут и становимся на молитву, чтобы сатана под ноги был сокрушен римлянам 16-20. Вот какая штука-то. Люди не понимают этого, бегство начинается. Я в 51-й год подвязаюсь, я знаю это с первого дня. И всегда мне говорят, люди, которым говоришь, а у тебя так было в жизни? Было. И что не хотела разговаривать с таким человеком, который тебя обречает? Да, ну как вспышка. Я вот так же погасил сразу и все. Кто тебе говорит что-то, ты внимательно прислушайся и скорее всегда бери и записывай, что он тебе говорит. Да ты вот такой, ты любишь спать там. Пузо-то отростил куда там, 60 килограмм уже таскаешь с собой. Скорее запиши. И нарисуй пузырь такой, и ты стоишь брюхоногое существо. И с сегодняшнего дня я полагаю бороться с этим. А ты знаешь как? Знаю. Не есть. Главное, а тебе диабеты выпущены от жира, глаза выкатились от жира. Без страха уточняют себя. Это все отойдет. В течение одного месяца щепок не оставил бы от твоего пуза. Ну, я просто знаю свой характер-то. Значит, с другими грехами, с которыми я борюсь, я должен так же бороться, как с этим. Ну, нету, я держу ее. Мне 74 года. Я всегда в баню зайду, я себя вижу и говорю, тело мое без головы оставить, на дороге бросить. Никто не подумает, скажет, лет 30 человеку. Ну, голова обнаруживает, что больше. Отвергнись себя. Особенно, когда обличает и человек начинает дергаться. Вот это и говорит, что точно в цель попали слова. Точно. Иначе, чего бы ты егазился-то? Я это знаю. Около меня люди такие есть, которые не терпят. Ни огонь пройти не могут, ни медные трубы, огонь и воду. Это все объяснение дается. А возможно ли? Возможно, потому что ты живой и Бог с тобой. Дух Святой все сделает. Но никогда не убегай. Давайте помолимся. Сначала выслушай до конца. И никогда не пытайся сразу сказать, да вы не знаете, это у меня такое, да я скажу слово. Не надо. Тем более, я знаю, это гнилые подпорки. Да не уклонится сердце мое, да извинения дел греховных. 140-й псалом считает, 4-й стих. Да не уклонится. Выслушал. Скорее запиши, что говорят, не пропусти, другой тебе не скажет. Обличение тебе по любви будет говорить далеко не каждый. Ценить надо этих людей. Они настолько ценные будут, что самых сильных обличителей Бог приготовил наконец вселенной. Они сойдут, два пророка и будет обличать весь мир. И люди возненавидят и убьют их, и подарки посылать будут, что убили наконец-то. Но и воскреснут, Илья и Инох. Сегодня нет таких Илья и Инох. Но похожие есть, которые говорят правду, только правду и ничего кроме правды. Вот мы считаем. Считай дальше. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Толкование. Хотя Петр, как человек бедный, по-видимому, не оставил чего-либо большего, но знай, что на самом деле и он оставил многое. Мы, люди, обыкновенно и за немногое держимся крепко. А Петр, кроме того, оставил все мирские удовольствия и самую любовь к родителям. Отказался от сродников, от знакомых и даже от своей воли. А ничто так неприятно для человека, как своя воля. Впрочем, и все означенные страсти восстают не только на богатых, но и на бедных. Уже ли в самом деле сядут, как говорит Господь? Нет. Под образом сидения означено только преимущество чести. Но уже ли сядет Иуда, который был там вместе с другими, когда Господь сказал сие слова? Так же нет. Ибо это сказано о тех, которые решительно последовали Христу, то есть до конца. А Иуда не до конца последовал Ему. Вот на этом остановись, не до конца. Вспомни первую твою любовь, которую ты оставил. Один раз только в Библии говорится о первой любви. Очень многие спрашивают, а что такое первая любовь? Вопрос задает человек, который живет, который думает, что он верующий, он не знает. И поэтому это любовь не к Библии только, а ко Христу. Сегодня и Библию продают, и все. В школах по программе там что-то изучают, основу православной культуры. Без Христа. Все это без Христа. Христос, а потом Библию. Через Библию мы Христа познаем. И общаясь с Ним, исполняемся Духом Святым. Погрузиться в благодать Духа Святого. Быть крещенным Духом Святым. Это жизнь во Христе. После крещения, с полным погружением в воде, человек должен быть погружен в благодать Духа Святого. Жить в этом. Плыть. Об этом Иезекииле говорит пророке. Распростер руки. И далее поплыли. И где? Из-под порога Дома Божия. Не течет сегодня это. Из-под порога Дома Божия. Там ненависть волков лютых. Раньше я старался все сделать так же в подарке священникам. А нынче мимо храма, где едем, а ведь мы 130 городов, сел. В прошлом году 240. 240. За 5 месяцев прошлого года нынешнего мы проехали 80 тысяч километров. И теперь храмы я объехать не могу, а проезжая мимо только говорю, благослови Господи. И сохрани нас от лютых волков, не щадящих стадо. Которые говорят, привратно, чтобы увлечь учеников за собою. О ком это говорится? Вот я молюсь и говорю, Господи, избавивай от лютых волков. Я больше не говорю, кто это. Священники сразу настороженно смотрят. Почему? Потому что он волчара в рюзи, в рюзи. Он все пожирает. Он уничтожает. Он лжет. Это ужас один. Все анафемы, какие есть, в первую очередь, относятся к православным. Кто не любит Господа Бога? Маранафа. Анафема. Да кто же его любит, Господа? Православный знать не знает. Любит батюшку. Батюшка благословил? Батюшка благословил? Это благословение как. Епископ вообще никакой роли не играет. Людей не знает. С людьми не бывает. Не обедает. К нему подойти нельзя. На прием нельзя добиться. Это чужие люди. Они нужны, как матка в уле. Рукоположил, и он все, больше ничего не знает. Дальше поп самостоятельно все действует. А что дальше? Дальше разбойничает. Грабит. Грехами народа питается. Ну неужели все? Почти все. Может быть, полпроцента не такие. Патриарх Алексей Второй как-то решил, чтобы крестили правильно. Его бомбят там. Попытал. Ладошкой мокрой по воде. Все крещено. Даже не раздевает. Ну какое крещение-то? Крещение после этого уже даже в полное погружение ни один не будет. Как печать Антихриста получили. Он говорит, полтора года прошло, я на Московском империархальном собрании говорил это. 98% священников меня не слышат. Если они патриарха не слышат, лицемеры, волки лютые, то как они услышат Господа, которого не видят? И говорит, человек, которого ты видишь, не любишь. Как любить Господа можешь, которого не видишь? Так и здесь. Евангелие только для того, чтобы вытащить, прокричать, проорать, взев, реп и лупоглазие попоя, это дьяконское. Народ там крышку поцеловал и пошел. Люди не знают Бога. Язычество дремучее. Я говорю, уже 444 места мы проехали, где везде одинаковая обстановка. Встретили, может быть, ну, даже десяти нету. Мест, где мы были, где нормально, священник учит, люди знают вместе с ним. А епископа ни одного не встретили. Вообще. Положение не какое-то, а как патриарх Кирилл сказал, духовная развалина. Духовная развалина. А развалина что такое? Вот наводнение прошло, это грех. Все потопил и развалил. Ну, вот лови теперь там в Хабаровске, везде свои дома. Я видел, как дома посреди Енисея плывут. Дом обыкновенный, деревянный, плывет, крыша покачивается, но никого уже не видно. Дом поплыл в океан. Вот так эти души людей. Конечно, оглашенные зайдите выбросил, и у кого нет оглашенной. То есть, не оглашены евангельским словом, и люди не обратились. Поверить в Бога ничего не надо. Должны глаза быть и совесть, как у Варвары Великомущицы. Звезды, луна, как не обратиться? Откуда это взялось? Ну, веровать во Христа, вера от слышания. От слышания не от храмов, а от Слова Божия. Слово Божие – это Святая Библия. Вот если это есть, тогда есть надежда. И вот это считая, применяя, что толку считать, что толку запоминать, если шага ни одного не сделали. Сегодняшний день для меня – день благословения. Из храма я должен выйти другим. С утреннего чтения Евангелия – другим. Потому что я снова соприкоснулся с великой святостью, великого Бога, Который великое слово сказал, и оно действует. Плодитесь и размножайтесь. По роду подобий. По сегодняшний день это выполняется везде, кроме человека. А почему? Потому что воля своя. Главное – это воля. Вот я тебе сказал, тебя услышал, тебя обличают, пригвози себя гвоздями, с места не двигайся, никогда не убегай, ничего не подталкивай. Не надо, давай, считать лучше Библию или помолимся. Сначала выслушай, запиши все. А что делать? И после этого уже молиться и крепко вопиять и плакать. Слово Божие живо и действенно, живо. Как будто только сегодня мы его получили. Сегодня его написали, еще чернила не высохли. И действенно, то есть она обязательно пробьет. А здесь Слово Божие, как огня, боятся. Проповеди нет, служба закончилась. Спаси Христос, батюшка. Вы не забывайте только, что сегодня у нас успение Божьей Матери, праздник великий. Божья Матерь умерла, праздник великий. Ну, в смысле-то, ну, можно же вдуматься-то. У тебя, Мать, умерла, великий праздник. У нас все, праздник и праздник. Что праздник? У нас племянник у меня, он в школе не был. Учитель нас спрашивает. А чего ты не был вчера? А у нас праздник был. Да какой вчера праздник был? 11 сентября. А голову Ивану, крестителю отрубили. Вот и все. Голову отрубили. И у нас праздник. Мы какие? Надо разобрать себя, отвергнись себя, разбери себя, что праздник. Если ты понимаешь, что Божья Матерь теперь восхищена на небо, и как предание говорит с телом, то радость в одном должна быть. Что, Господи, как ты велик. И чтобы я был подобен ей, жены особенно, кротости, молчания, послушания, воздержания. Да жены-то ведут себя, как мегеры дикие, как гафолии. Своих детей пожирают. Такая гафолия есть, персонаж библейский. Сын умер, царь. И она, ну, конечно, умирая, он матери своей наказывает и позаботится о внучатах. Она их всех истребила, порезала, чтобы самой воцариться. Ну, а одна успела внучке Иаса одного шестилетнего спрятать. Вот какие бабки бывают. И они такие есть сейчас. Закармить дольше. Ешь, дольше спи, больше ешь. Здорово будешь. Бабки-отравители. И вот это все надо иметь в себе, отвергнуть себя, своего я. Своё я не пропускает Слово Божие. А что тут написано? Да это устарело. Это Коринфянам написано. Ходить там, молиться с покрытой головой женщины. Посмотри, сколько их с непокрытой головой молятся. А это девочка мне относится. Ну, тогда дальнейшее слово мужи к мальчикам не относится. Пусть в шапках стоят. И вот такой бред несут попы. Главные враги. Не волки, а коммунисты, безбожники, атеисты. Там лютые волки. И нещадящие, то есть безжалостно уничтожающие. Вот это они к себе не применяют. Деяние 20 глава. И проезжая мимо храмов, я всегда молюсь только. Избавим от лютых волков. Интересно вот. Священник хороший даже, допустим. И молишься когда. И говоришь, Господи, избавь нас в пути от лютых волков. А вы это что, против попов, против батюшек молитесь? А как ты догадался это? Да, я считал, что священников Павел призвал в милит из Ефеса. И ты Писание знаешь. Знаешь. Ну а зачем же ты в волчье стадо зашел и воешь? Зачем ты овец стерзаешь? Люди должны быть подобны ангелам. А ты руководитель. Людей не кормишь. Заморил голодом. Заморил. Мы всяких встречали попов. Нынче одного встретили такого. Я говорю, Серафим Саровский, он говорил, день и ночь молился о русских архиереях, священниках. Настольная книга священнослужителя, 3-й том, 601-я страница. Что Господь говорит, не пощажу и не помилую священников, православных. То, что они вымыслами, человеческими, заменили истину Божию. Он говорит, так это же не в Библии написано, Серафим. Молодец какой. Я говорю, ну Ян Затаус говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитать. А зачем вы это говорите? Это же не в Библии. То есть его пробило. А если не в Библии, да давай по Библии. Я говорю, открывай книгу пророку Малахии. Чего ты Малахию не считаешь ваших рукавами-то вот такими широкими? Ты же обманываешь людей. Благословляй, батюшка благослови. Да нет у тебя благословения, потому что ты вопреки Библии идешь. Господь говорит, я проклинаю, проклину и уже проклинаю ваши благословения. Потому что вы не хотите приложить к сердцу. Это проклятие твое в этом махании, хотя и крестное знамение. Ты даже не понимаешь, что крест может быть проклятием. Как крест проклятием может быть? Не к месту употребляемым. Он не проклятие. Но проклятие благословляет. Все банки, всякую порнографию, все благословляет. Всех олигархов, всех двоеженцев, троеженцев. Вот как. И причастие в погибель. Там может быть смерть. Да как вы говорите? Да так. Многие больные немало умирают. Попы наполнили больницы и кладбище. Незаконно прищищают недостойных. Ты открывай маленько Писание-то. Ну посмотри Коринфянам. Открой 10-11 главу. О чем там говорится? Это мы только утренний разбор делаем. Но я тут беру побольше. Потому что не каждый день слышат это. Вот так. Еще что? Бог часто обещает благо достойным. Но когда они изменяются и становятся недостойными, отнимают у них эти блага. Вот только остановитесь. Достойно-недостойно. Вот вернулись к тому, мне звонила вчера. Душа-то. Вот как достойно-недостойно. Что поблагодарила. Вот достойно-недостойно-то. Не все с ребятишками, а с одними. Детей начинают готовить не для жизни вечной. Подольше поспи. Ты вовремя примчи ее. Ты выйдешь замуж, ты никому не нужна. Косу заплести не может. Поднимет вверху хвост такой, как лошадь, когда оправляться хочет. Ну маленько гляньте на себя со стороны. Как это выглядит-то? Какая-то там негритянка, она их там 20 коз заплетет, а ты одну не можешь заплести. Надень платочек. Надень. Не просто так свернуть его, вот так ленточкой надевает вокруг головы. Это не платок, голова не покрыта. Чтобы ни одной волосины не было видно. А неужели это так важно? А ты не рассуждай. Не рассуждай. Посмотри, как мусульманки одеваются. Я вспоминаю, девочка там ей лет 10, за водой пошла и щелок у нее сполз. А отец ей говорит, ты дочка, подтяни щелок на заводу. Она говорит, папа, ну неужели это так важно? Он говорит, все тело твое будет спасено, когда умрешь, а это место будет гореть. Важно или не важно? Как он это увязал, именно голое место, вот ниже колена, и будет гореть, это девочке говорит. Она тут же сразу поддернула, побежала. Да у нас ее не заставишь. Они проехали страну, они Ставропольский край, по порядку которой идем. Дальше Краснодар. Совершенно другие люди. Женщины прям в трусах. Ну шортики называют. Трусы. Как только переехали в Ингушетию, Дагестан. Люба, мило посмотреть, как они одеваются. Какое целомудрие, как стоят. Нас пугали, они там убивают, там головы режут, в Чечню не ездите. А нас там приняли, родные так не принимают. Вот как. Какое целомудрие. Мы молились рядом с ними. Мы даже в мечети молился, у них зашел. У мулы ночевали в доме. Не знаете? А мы маленько узнали. Узнали. Это очень и очень талантливые люди в религиозном плане. Как говорит Андрей Кураев. А какие это талантливые-то? Когда они любят Бога. Любят Бога. Я говорю ни о чем другом. Только о любви к молитве. Пятикратный намаз совершает. Почему в православии христианстве не было это установлено? Хотя Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Псалом 118, 164 стих. Седьмикратно. Здесь ни разу. За стол еще лоб может перекрестит. А из-за стола и забудет. Это семь раз, пять раз они собирают людей. Вот главное, что мусульманские-то, а не то, что головы режут. Это уже потом. Не на первом месте. Главное. Ну не каждый же день они голову-то режут. Да еще режут-то, за дело не за дело, надо думать. Моисей-то как врубался, и Магомед так же. Они одинаковы, как родные братья. Мечом прорубают, кто не принимает, кто верит. Из своей веры другую перешел смерть ему. Они, как он к ветхий завет, исполняют ревностно. Им нужно дать понять о Христе. И они слушают внимательно. Это все к нам. Считай. Подобным образом поступает он и с непокорными. Часто грозит им, но не посылает беды. Как скоро переменятся. Под паки бытием, разумей, бессмертие. Видите, паки бытием, бессмертие. То есть новое бытие, новая жизнь, которая будет. Это надо людям разъяснять. Спроси православных, знают это или нет. Я Библию начинал. А что ты с Библией как баптисты носятся? У баптистов многому можно поучиться. И возникновение баптизма, из-за того, что не учились священники, они стали отдельно собирать со штундисты. Тем более война была, пленные с Германией. Там оттуда понесли Евангелие-то. Греки-то пришли на Русь, они Евангелие не принесли. Они короба Ладана принесли на лопаты, пошли пещеры киевские копать. С Евангелем-то пришли бы, да везде бы кору, березу драли, дописали на березовой коре. Весь народ-то таким разве был бы. Евангелие не знали. Не было Евангелия. Я в 23 года у сектанта впервые увидел Евангелие. А родился все же в религиозной семье. Дедушки у меня по обоим сторонам, и бабушки были глубоко верующие люди. Были книги даже на церковно-славянском, Иоанна Заптаус называется, толстая книга. Но Евангелия не было, никто не знал. Слово Евангелие даже не слыхал. Первый раз у Виктора Гюго в отверженных прочитал. Вот какое. Как главный залец. Это его мать белая, через нее перевернулся, А это его бабка, ее сосет. Через нее. Видишь как? Как они его любят. Легла на него, вот это его хвост, А голова вот где под ним. И он там к соскам присосался. А это дочка перевернулась. Какая любовь, содружество какое. Видишь? Ох, видимо, все, отлип, отвалился. Это как клещ весенний. Ну, смотри, какие щеки-то у него. Большие. Я на него как посмотрел, говорю, он, говорю, похожий на Евдокимову. Птицы на кого-то похожи. Как печаль сатаны, она голубей называла какими-то именами. А этот, видишь, какой он толстоморвенький. А? Я ему есть еще не даю, только материнским молоком. Иначе он будет уже выходить. А сейчас они все за ним зализывают, заедают. Он еще на двор ни разу не ходил. Надо это знать, привычки. Надо знать, что люди нуждаются, чем питаются. Как их оградить от греха. А священникам это нет. Главная служба, кто сегодня правит? А есть такие моменты, вот, я вижу, у священнослужителей, которые точно держат. Женят, венчают, венцы над головами держат. Венчания-то нет никакого. Над головой держат, и они не опущены. Ну, это, откуда все это взяли? Крещение без погружения. Крещение означает погружение. Нет крещения? Еще это, даже никакого. Или как будто я открываю какие-то новые ворота. Как они меня ненавидят люто. Лютой ненависти ненавидят они. Я мирный, но заговорю, а они к войне. Особенно книги мои, они зубами бы рвали и слопали их. За 11 лет не могут найти ни одного места. Вызвали бы в сену от меня, по книгам, давайте. По слову Божьей, во свете Библии они так и называются. Открытым оком. Нету? Я просто напрашиваюсь. Епископы сидят. Я говорю, вызовите меня на суд. Ну, вы клеветники, лжецы окаянные. Служители тьмы и суеверий. Простое слово. Не можете. Один раз я в епархии говорил больше часа. А секретарь говорит, под каждым словом могу подписаться. Вот и весь сказ. Людям нужно живое слово, как Иеремия говорит. Разрушать и строить. Вырывать и насаждать. Для этого Бог послал. Я снова возвращаюсь. Отвергнись в себя. Вот первая ступенька. Без этого все остальное не имеет смысла. Отвергнись. Ищи, кто тебя будет обличать. Именно таких учи. Прилипляйся к нему. Где ты можешь научиться. А у меня было так. Люди даже обратятся. Близко знакомые. Через занятия. Гляжу уже. Они меня зазирают. Уже куда-то другое место. Идут. Почему? А он не отвергся себя. И они тут лучше будут между собой говорить что-то другое. Нежели слышать обличение, наставление. Не пойдут к обличающим. Писание. Слово обличающие. Вот вы посмотрите по Библии. Как оно прославляется. Что искать их надо. Беречь. Кто тебя обличает. Не просто поносит. А именно по делу, с разъяснением. Духовно заботится о твоем росте. Вот для этого мы утреннее чтение. Вот. Но еще немножко. Сейчас последнее известие послушаем про Хабаровска. Давай. Дабы кто не подумал, что вышесказанное относится к одним ученикам. Господь распространяет свое обетование на всех. Творящих подобное тому, что творили ученики. И они вместо сродников по плоти. Будут иметь свойства и братства с Богом. Вместо полей – рай. Вместо каменных домов – горний Иерусалим. Вместо отца – старцев церковных. Вместо матери – церковных старец. Вместо жены – всех верных жен. Не в брачном отношении. Нет. Но в отношениях духовных. Духовной любви и попечений о них. Впрочем, Господь не просто, не без причины велит отделяться от домашних. Но тогда, когда они препятствуют благочестию. Равно как, когда Он повелевает возненавидеть душу и тело. Не следует, что должно убивать самих себя. Но что не должно щадить себя для соблюдения веры Христовой, когда потребует того обстоятельства. Когда же Марк, от Марка 10.30, Присем говорит, что с избытком получит еще в нынешнем веке, то это надо бы наразуметь о дарованиях духовных, которые несравненно выше земных и служат залогом будущих благ. Пользующийся этими дарованиями бывает в великой чести, так что все люди с уважением просят их молитв, дабы для них получить божественную благодать. Здесь намекают на иудеев и язычников. Иудеи, бывшие некогда первыми, сделались последними. А мы, язычники, прежде последние, стали теперь первыми. Видишь как, если насчитаю жизнь, подвиг совершить до конца, не так, вначале рванулся, первая любовь даже была, ее забыл и все. Когда не хотелось слушать ни о чем, кроме как о Боге. Библию из рук не выпускался, решил на помощь. Куда это все делось? И вот какое-то ворчание, брюзжание, какие-то находят содружества, с кем-то беседуют. А чему ты научился от этого человека? Сегодня ты общался с ним, говорил. А о чем говорил-то? Запиши это. Выразить ты словами-то не можешь сказать. Все на сегодня. Мы встаем в 4.40, после молитвы считаем. Вот сейчас последнее известие, интересно, что они нам скажут. Субтитры создавал DimaTorzok